Сидней Клаб ТВ Ну что, дамы и господа, всем салют. Патчмейкер Стеф. Сегодня очень интересная основа команда. Это бывшая группа «Премьер-министр». И сейчас зададим им пару вопросов и пообщаемся. Привет, парни, как дела? Приветствую, добрый ночи всем. Сколько реально вы занимаетесь музыкой? Ну, как ПМ, как группа, нам уже 17 лет. 17 лет? Да, с 97-го года. С 98-го, 1-го ольга прошел. Поэтому нам 17 лет. А в музыке мы очень давно еще. Я здесь летом, если музыкальная школа брать. А почему ПМ? Как это название вы выбрали? Помните? Ну, менялись тогда ПМ часто. Там Кириенко, Черномыр, где-то 64-я. Это было конец. Но устав в «Пладенце» было очень частый. Поэкономили на рекламе. То есть вы – бойсбэнд? Ну, мы – мэнсбэнд. Уже – мэнсбэнд. Уже – грандэддисбэнд. Наверное. Почтение, что сами слушаете? Какие-то любимчики? Я слушаю, я вся, я, например, слушаю любую музыку. Вот. Но есть, конечно, у меня какие-то приоритеты. Там Хуин, Депешмот, я помню, там, Сью-Анда. Там еще какие-то исполнители, которые у меня пластинки, которые я слушаю. А так, в принципе, радио включаешь, и я могу все подряд слушать. Вообще нравится музыка очень, главное, правильная, фольстная, дорогая. Такая музыка нравится. Не попсяти. Это не, это может быть от Фрэнк Синатра, допустим, да? Опять же, нравится. До, ну, опять же, там, ну, выросли все мы на, на каком музыке? На аутскуле, да. На аутскуле выросли. Земля, ветер, огонь, Джексон, Вандер. Я не знаю, я опять же, не обошлись без них, Юсона. Но мы просто того времени, люди, которые на тот момент, да, супер, эти были гении, звезды, без которых просто невозможно было жить, не послушать песни, не поучиться. Поэтому на аутскуле чеки хорошим выросли. Так а есть что-то такое, что вы специально заходите, допустим, через App Store и в iTunes покупаете какие-то прям альбомы вот для того артиста, который вот, ну, не знаю, захотел сейчас вы скачать, послушать. Я, честно, я, я по-стариночке. Компакт-диск, видеокассета VHS, так, по-взрослому, по-нашему, так, раз, так, покрутил, там, паузу поставил. Я тоже больше пластинки, да, если, во-первых, там красивые... Виниловые, конечно. Нет, ну, это же классика. Классика. Конечно. Поэтому больше... Проигрывайте долго, если надо. Обязательно. Причем такой... Ра-ра-ра-ра-ра. Я на самом деле весь проигрывал. Техникс, знаете, 12-10 МК2? Нет, у меня, знаешь, как сейчас... Маяк 32-10. Скажите, пожалуйста, про свои выступления, что сейчас у вас происходит в гастронной деятельности, и где в основном вы выступаете, и бываете ли на Западе, в Европе и в Штатах, например? Ну, в Штатах мы были. В 2006-2007 в Чикаго, и в Нью-Йорке, и в Канаду, если тоже забыли, в Торонто, в Квейбеке были, в Оттаве. Кто был на этих концертах? Наши люди... Так, я очень много русскоязычного населения, на самом деле. В Нью-Йорке мы были еще такой театр, Миллениум, он находится в Бруклине, и там очень... Тайсон был, зашел, да. Майк Тайсон, нет, на самом деле, Майк Тайсон живет в Бруклине, и он очень часто посещал этот театр, а там даже есть место, которое с ним закреплено, он очень любил наши русские балеты, там Лайма Вайкуль в свое время выступала, и он очень часто посещал, нравилось ему. Прикол. Да. То есть там есть такая целая система концертных организаций, которые работают именно на русскоговорящих публиках, которые живут в огромном количестве в США и в Канаде. На Ибице были? На Ибице были, везде были. Ну, за эти 17 лет, ну, где были, на самом деле. Да, я понял. Очень много, мы, ну, всю страну, Россию объездили, и за границей были, в Европе, очень даже были, в Брюсселе сидели в этом, в маленьком таком подвальчике, где Моцарт сам сидел, то есть в таких местах были, ой, Вене, извиняюсь, да, очень классных местах таких были, там, репетных, нереально. А в Брюсселе мы жили в замке с привидениями, ну, нет, нас посидели в этот замок, но Марта Зубеев так, как воняло каким-то там нафталином, очень было приятно, если сказать, тут привидения, мы посидели, давайте мы уже в гостинице поживем. Очень интересно, как сейчас современный шоу-бизнес развивается, да, и вот очень много, ну, даже, в принципе, не очень много, но появляются новые какие-то интересные имена. Как, на ваш взгляд, можете кого-то выделить, кто вам симпатизирует, вот, кто сейчас, ну, реально добился успеха за последние, допустим, пять лет? Сейчас какая-то тенденция такая, что артисты, которые начинают, там, как-то раскручивать, какую-то свою раскрутку, продвижение, они по всем, по всем параметрам, и актеры, и ночь, и так, и всяк, и всяк, и всяк, то есть, ну, в целом, как будто, как будто, как будто, как будто, сейчас такие интересные персонажи, талантливые. Ну, включая телевизоры, Крит, кто у нас еще сейчас, не знаю, мне нравится, Наргиз. Наргиз. А, это вот с голоса, да, у меня девочка пришла, конечно, интересная. Да, сейчас с голоса, в принципе, есть ребята тоже. Ну, много, сейчас много, на самом деле, молодежи, которые хорошие, но просто шоу-бизнес, на самом деле, чуть, вот, то, что мы сейчас изъстранимы в то время, и это, чуть-чуть, конечно, изменился, честно говоря. Тогда у нас не было ни ютуба. Сейчас популярность, она появляется именно из каких-то, там, топ-шоу, которые, не топ-шоу, а вообще шоу, которые идут сейчас. В основном, с рэперсом, как к хип-хоп относитесь, вообще? Конечно, положите. Ну, опять же, мы в хип-хопе, опять же, лоудскульщики, потому что мы росли, вот, ну, честно, как-то, опять в то время, тупак, айскю, пасти, ну, лоудскул, взрослые, матрица, в конце концов, нотариус байджи, баттери, ну, это все, все от того, что сейчас вот происходит, все на них живут. Помните свое первое выступление? Помню, да. Где это было, как-то, в Близи? Нет. Самый первый выход у нас была съемка, это было у нас роллер на Тульское... В России? Нет, две песни там, да, наши, Горь, не дай, но чувствую. Вот с трем это было, ну, точно. И опять же, мы пытались сделать, типа, Boyz II Men музыку, у нас были расклады, все термины, то есть все очень по-взрослому. И народу вроде бы нравилось, но не до конца, потому что, ну, вы же понимаете, мы живем в России, и все, а вот эта фирма, она сегодня еще в то время, в 28-й год, она вообще сложновато воспринималась. Кто может сказать спасибо огромное всем, кто сегодня пришел в спешили на наш концерт, ну, и, конечно, всем пожелать позитивов листов, будьте добрыми, улыбайтесь чаще, кайфуйте, отжимайте хорошему зону, да. Кайфуйте! О, кайфуйте, короче. Мир. Мир.